Мы находимся в магазине Вишенка. Такое красивое название. Алексей, пожалуйста, представьтесь нашим зрителям. Алексей, магазин Вишенка Уфа. Один или несколько магазинов? Уже один. Было три. Это связано с последними событиями, с кризисом или это какая-то плановая работа? Это тенденция последнего полугода. То есть это осень, особенно это зима. И самое главное, это ожидание событий 15-го и начала 16-го года. Лучшего мы не ждем. Мы знаем, что будет. Мы уже имеем падение выручки, достаточно серьезное. И оно не то, чтобы нарастать, оно будет и дальше. Прогнозируете, что покупатель все меньше будет денег наносить в магазин? Ну, отдавать в магазин. Может быть, он заходить с деньгами будет, но выходить будет с ними же. По маркам, что вы можете сказать? А ваши покупатели, которые закрывшиеся в магазинах, сюда приходят? То есть остается как базовый магазин? В принципе, да. Потому что у белья, того, которым торгуем мы, невелика доля покупок импульсных. То есть это мы, наверное, все знаем, то, что в России покупку белья планируют. Не совсем то, что в Европе, а не то, что... То есть период покупается вместо того, что сносилось. То есть сносилось, подумал, пошел, знаешь, куда идти, купил. Поэтому очень большой процент выручки составляют деньги, которые приносят постоянные клиенты. Ну, так вот, тогда вы говорите, они обычные покупки такие, разумные, по маркам каким-то, да? Что у вас основу составляет? Армани, триумф. Армани, мужское, женское? Да. Кормящие беременные, это хотмилк, но это там. Там. Ну, давайте так пройдем, мы будем ходить. Ну, туда можем сходить. Ольга будет по тазу. А вы так рассказываете, что видят Армани? Видим Армани. В основном много Армани. Женщины здесь покупают или в Италии? Женщины покупают и здесь, и в Италии, но в основном здесь, потому что в Италии дороже. У вас цены тоже так? Да. Ценовая цена? Так и есть. А дальше что? Триумф. Это триумф. Кстати, триумф у вас или еще у кого-то есть триумф? На сегодняшний день триумфом торгуем мы одни, и он есть поменьше, но всегда в золотой стрекозе. Один магазин в Уфе. Не было у вас желания делать фирменный магазин триумф? Они же как-то поощряют такие... Мы разговаривали об этом, мы очень плотно к этому подходили. Слава богу, что я не подписался по той простой причине, что их было нацать, например, магазинов. Сейчас осталось три-четыре или четыре, ну, несколько причин. Одна из них, триумф белье консервативное, за 8 лет у нас магазину, за 8 лет как они шили примерно, так они и шьют. Я не буду на себе показывать, но белье триумф в грудь не сдвигает. И выгодно ее не показывает. Оно создано для удобства, но не для красоты. Комфорт. Да, прежде всего комфорт, да. Те же самые англичане, они сместились немножко в сторону и комфорта, и красоты одновременно. Триумф нет. Потребители своего имеют триумф. Да. Мы такие примеры знаем. Но потребитель стареет, а его место занимает молодежь с деньгами, которых триумф уже не так устраивает. Да. Хорошо. Так, триумф. Так, что у нас с гальяно? Это просто сумка? Это остатки былой роскоши. Мы привозили с Италии несколько лет назад, но гальяно со своими круженными вставками в мужском белье это что-то. Зонтик это продается или это для... Да, это продается армайниевские зонтики. Хорошие, но дорогие. Больше не привозим. Прямым текстом говорят. Ходмилк. Вот. Где там? Вот Ходмилк. Что хорошего Ходмилк? Чем они... Оно лучшее белье из того, что мы держали в руках для беременных. Оно очень удобное. Оно как... Потом люди приходят, дамы за ним, после того, как уже и беременность прошла и прочее, прочее. Потому что оно удобное, оно гипергенное. Ну, реально хорошее. И симпатичное. А в специализированных магазинах для беременных, для мам, молодых продается тоже ведь, да? Продается не Ходмилк. Аналогичное что-то продается. Но, как правило, оно не такое симпатичное. Потому что у Триумфа, ой, господи, извините, у Ходмилка, у них лозунг секси для беременных. А по ценам что? Что это в рознице? Это не страшно. Вот так вот берем, переворачиваем и смотрим. Три с копейками. Цена это старая или это уже новая? Цена старая. У нас цены старые все. А цена новая, я могу сказать, вот, ну, не будем говорить, кто, иностранцы, будем так говорить, они нам подвинулись на 20% сразу же. Поэтому мы немножко маржу уменьшим и цены будут отличаться, ну, при нынешнем курсе, ну, хорошо, на 5-10%, что было и всегда. Скажите, вот из поставщиков, вот, такие все ваши обменяемые? Нет. Кто-то говорит, курс, смотрим, покупаем, не покупаем, ваши проблемы. Значит, не пытаются договориться, как-то выстроить политику определенную? Нет. Триумф цены не поднимал очень долго, после этого цены немножко у них выросли, но не сильно, вот при том, что интересно, сейчас они объявили о том, что цены опять упадут. Ориентируются они. Понятно. Так, мы по ассортиментам по всему прошлись? Долго вглядываться, это никому не будет интересно. Ну, это основные марки, мы уже сняли. Примерочные вот такие у вас. Да, стараемся. Казин приятный. Все правильно развешено. Мы про покупателя мы поговорили. На, кстати, глаз еще разручивает. Вот наша Ася. Ася, вы ее так назвали? Это Ася. Оль, это талисман, что ли, ваш такой? Встречает такой один. Ну, фактически, да. Вы ее постоянно наряды меняете на ней? Очень часто. Мы ее очень любим. А с нее хорошо продается все? Кстати, вы знаете, да, единственное, бабушки пугаются. Так бабушка заходит. Ой! Думают, живая. Да. А вот аксессуары такие. Они тоже продаются или это просто для украшения? Это продается, это привозится. Да, сейчас, конечно, с бижутерией очень средненько. Народ покупает что-то в Китае. Понятно. Что еще у нас? Я не видел, у вас принципиально название, кто такое? Вишенка, а вот эротики вообще не вижу. Категорически. А почему? Мы от этого прям дистанцируемся и не было. Самое опасное, что есть, это если будут хотя бы какие-то ассоциации с вот этой кучей, извините, не буду говорить чего, что вот на нас прет с интернета, с тау-бау и так далее, под лозунгом эротическое, это эротичное и так далее белье. С Китаем. Это кошмар, да. В основном в Китае. И этого много у вас? Низкое качество пытаются оправдать, ну как сказать, чтобы на низком качестве обращали внимание, эротичность, эротичность, эротичность. Это как у вас, как заходишь, такая ассоциация, что здесь и эротика. Ну, белье куда бьется-то? Не, разного плана бывает и эротическое белье, так что возможно когда-нибудь вы этим займетесь. В Элизе очень красиво, очень классно белье, мы увозили, но сейчас Триумф его, я уж не знаю, там продали они или просто увозить перестали, не могу участвовать. Китайцам, скорее всего. Не могу сказать, не знаю, не знаю. Но есть какие-то. Надо бы только читать. Свети. Только последний сад.